что меня еще сегодня с утречка но не то что беспокоит но вот как то значит такой мандраж начинается в связи с тем что завтра уже розыгрыш green card лотерея и я представляю сколько судеб несколько миллионов человек по всему миру следят за результатами этой лотереи и там все-таки 50 тысяч 55 тысяч судеб вот они на кону то есть победителей их жизнь изменится кардинально так что все это очень интересно и на самом деле судьба дальнейшей лотереи тоже очень странно непонятная ну никак то есть у меня то было ощущение когда выборы прошли в конце ноября то есть считай полгода уже прошли выборы в конце ноября и победили в обеих палатах большинство стало у республиканцев я был абсолютно уверен как бы что они вот сейчас возьмут и что-нибудь сделают с этим большинством и они как бы ничего не сделали то есть у них был один проект который они пытались провести это с трубопроводом из канады который значит обама потом зарубил вето наложил а чтобы вето опрокинуть у них уже не было достаточно большинства это практически единственный какой-то заметный проект которым они занимались но не за полгода но там не знаю там пять месяцев четыре с половиной и я-то думал они первым делом час раз увеличат квоту на там рабочие визы потом 2 тут же там через две недели примут иммиграционную реформу если обама ее зарубит это уже его проблем но во всяком случае у них же был у них же был свой проект иммиграционной реформы то есть казалось бы они тьфу у тебя тут большинство там большинство на голосование поставил вроде да и и ничего не происходит да так вот одно из первых жертв вот этого всего должна была быть лотерея green card потому что республиканцы категорические противники лотереи они последние лет пять постоянно ставят там на голосование но у них не было большинства в двух палатах у них было большинство только в палате представителей и палата представителей принимала а дальше она на этом месте и замирала поскольку в сенате никаких шансов у них не было то есть это было больше так демонстрации там чего-то такого нежели реальным политическим каким-то действием скорее даже административным действием даже не было вот ничего за этим а сейчас они могут это вывести уже на уровень административного они же они же шли на выбор они что-то обещали у них какая-то программа была они там руками руками махали значит рукавами тоже там заметали пространство и казалось бы то уже давай и я думаю так может они опять это все как бы сказать просачкует профукают ничего делать не будут и так она и останется лотереей на следующий год то есть очень-очень трудно предсказуемо что что эти люди будут творить и я специально вчера позавчера пошел специально поиск дел можете они углядел чё пропустил пошел поискал на иммиграционную реформу что у нас есть у нас практически ничего нет единственное что нам сказали это сенатор руби он такой из кубинских ну родители его из кубинских эмигрантов он уже такой как бы вполне американский и вот он от республиканской партии баллотируется на должность президента сша и он был одним из архитекторов вот восемь человек там было четверо демократов четверо республиканцев два года назад он был одним из архитекторов вот этой миграционной реформы которая предполагала легализацию латинос но не латинос как латинос но в основном латинос нелегальных эмигрантов и он сейчас вышел с гораздо более я считаю удобоваримой платформой для республиканцев он сказал что тем кто стране уже много много лет большинство этих лет по 10 дать им не грин карту и не легализовать их вот так по-настоящему а дать им разрешение на работу без грин карты дать им какие-то права без того чтобы они были у них навечно а так вот как бы такие временные иностранные рабочие и и дальше смотреть что там с ними делают в общем как-то вот он так и все это все новости больше ничего нет и сейчас по стране прокатились такие маленькие локальные демонстрации вот там какие-то люди там пробежались с плакатиками требуя иммиграционной реформы потому что пока суд до дела идут депортации вот те 400 тысяч которые каждый год депортировали значит их продолжают депортировать обама хотел своим декретом значит приостановить депортацию там определенных категорий на что федеральный судья наложил пока блокировку до последующих решений и администрация пыталась несколько раз эту блокировку значит как вот так отбросить всякими решениями но у них не получилось так что даже трудно сказать может быть у них какие-то закулисные там переговоры идут которых мы не видим потому что мы понимаем что многие вещи решаются как бы полуарно и это не на виду не на глазах у публики но во всяком случае как это совершенно затишье ничего не происходит и вот судьба лотереи она конечно не знаю волнует потому что очень много судеб я я же вижу что происходит я вижу как люди приезжают у нас стоит много в школе и как как кардинально меняется что-то и какие ребят хорошие и молодые образованные и глазки горят и хочется им чего-то такого в жизни поэтому поэтому жалко если перекроет такой канал но с другой стороны когда это было в рамках большой комплексной реформы то этот канал закрывался но открывалось много других более мощных то есть тогда было понятно что скажем лотерея закончилась но началось что-то еще не не менее массивная это более по более массивная более широкая ну а если так по одиночке вышибать то конечно не в обмен ни на что тогда жалко так что вот такие мысли по движению по ходу движения город пола аута